У нас есть квадрат. Повернем его на 45 градусов. Это тот же самый квадрат. Давайте эта сторона отдельит, это такая же сторона, но повернем его на 45 градусов. Задача. Докажите, что можно эту фигуру разрезать на кусочки, и из этих кусочков сложим вот этот квадрат. Ну, казалось бы глупость, потому что этот квадрат такой же, но кусочки запрещено поворачивать. А можно только двигать вдоль прямого. То есть разрешены параллельные переносы, и при этом запрещены повороты. Все, понятно? Отлично. Расскажет решение. У нас треугольники равные, и поставить верх, верх, левый, треугольник, поставить параллельность, но он там? Если вы разделите его на треугольники, то это, конечно, пожалуйста, и попрытие параллельного сдвига, вы не получите такое? Нет, 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 все хитрее. Господа, вы уже видели, что у него нет решения. Потому что он начал с какой-то странного треугольника. Я объясню, почему эта задача имеет некое философский смысл. Смотрите. Есть такое понятие «площадь по Жордану». Жордан — это замечательный математик 19 века, который размышлял в том числе о том, что такое площадь. И вот какое определение он дал. Оно, на самом деле, не самое лучшее из того, что есть в математике. В математике сейчас есть намного более легко используемое определение, так называемого треугольника века. Но я понял, Жордан тоже интересный, поэтому давайте его обсудим. Представьте себе, что у нас есть какая-то философия. Жордан говорит следующее. Давайте рассмотрим квадраты со стороной 1, которые, вот, понимаете, да? Вот так вот, что он проводит. То есть проводят прямые, а не самое целое число, а не самое целое число. Они делят всю плоскость на такие квадратики. И посмотрим, сколько из этих квадратов целиком лежат в нашей фигуре. Ну, в данном случае вот это. Назовем это оценкой снизу на площади. И посмотрим, с какими квадратиками, в принципе, наша фигура пересекается. Назовем это оценкой сверху. Заметьте, пожалуйста, в данном случае оценка снизу очень сильно отличается от оценки сверху. Оценка сверху будет вот такая. Все понимают, да? И, в принципе, она довольно сильно отличается от вот такой. Вот. Но мы можем взять и в сколько-то раз измельчить. Ну, например, каждый квадрат разделить на 4 одинаковые. И тогда у вас приближение сверху и снизу стало более точным. Ну, а дальше идея еще увеличить, еще увеличить, еще увеличить. И для очень многих фигура. Что? В общем, по пикселю. Нет такого понятия пиксель. Пиксель – это понятие спрекламирования. Ну, по такой же системе. Примерно. Реально. В математике нет понятия пиксель. Потому что в математике просто есть бесконечный. Когда у вас есть компьютерный экран, скажем, бывает 1920 на 1080, то замечательно, этот экран состоит в точности из, например, двух миллионов точек и так далее, но плоскость еще более делима, то есть каждый этот ваш пиксель можно еще поделить, еще поделить, еще поделить. Нет, конечно, нельзя. Дело в том, что при попытке считать, что весь мир состоит из отдельных точек, возникает большая проблема, а эти точки, они как, друг по отношению к другу расположены? Скажем, если я взял так систему координат, то точки квадратские, ну хорошо, я верну систему координат на 5 градусов, что происходит с этими точками? Было бы очень странно, если бы они остались квадратскими, то есть если бы в мире было какое-то такое направление, выделенное, вдоль которого эти точки стоят. Нет, ну вообще, бывает, когда выделенное направление. Может быть, знаете, такая наука кристаллографии. Если вы берете каким-то камнем, то бывает, что вы смотрите, там, лучи отражаются так, кристаллическая решетка устроена так, и так далее. Но представить себе, что весь наш миф – это такая одна большая кристаллическая решетка, вряд ли. Ребята, все-таки в диаметре считают, что любой отрезок можно разделить там и пополам, и на 100 частей, насколько хочешь. Поэтому нет того понятия, как самый маленький размер. Так вот, смотрите, какая есть проблема, если вы определяете отмеру жанра. Ну, во-первых, ее можно просто не быть. То есть может так случиться, что приближение сверху, приближение снизу не будут стремиться к тому пределу. Это в случае, если наша фигура какая-нибудь такая, очень хитро устроенная. Например, все точки с акциональными координатами, тогда эта фигура сближена по жардану. Но даже в случае, если это, скажем, треугольник, у меры жардана есть одна забавная черта. Если я рассматриваю такие шпики, что будет, если я поверну, если я указываю на 45 градусов? И тогда для того, чтобы доказать, что площадь получится та же самая, самый простой способ это решить в этом задачу. Ну, вы, конечно, понимаете, что вайдово вольт не только на 45 градусов, а на любую. Поэтому лучше будет решить эту задачу для любого клуба. Но давайте все сначала хотя бы для 45 градусов. Это пожалуйста. И что делать с этим углом? Да нет, не так. Они будут лежать. Надо обращать внимание на размеры. Поворачивать треугольники нельзя. Вы все время забываете, что поворачивать нельзя. Даже если вы разрезали на несколько кусочков, поворот все равно распрещен. Можно ли поделить этот квадрат на треугольники, у которых один из углов равен с 4 градусов? Нет, все можно. Вопрос, как решать задачу. Таким образом можно получить квадрат? Мне нужно от вас решить, а не философить. Разрезав по диагонали, мы можем получить из квадрата два одинаковых квадрата. Из двух квадратов, причем сторона у этих квадратов будет параллельно по рамкам на 45 градусов. Из двух таких квадратов мы умеем получать один квадрат. На мелкие кусочки. Что дальше? Что дальше? В чем решение? Из-за чего получится повернуть? Разделил, дальше что ли? Да, да. Из-за того, что размер меньше, никто не заметит, что я не умею решать на треугольник. То есть, в виде делок той же самой задачи, только меньшим размером. Так. Замечательно, замечательно. Что вы дальше можете делать? Что дальше?